У меня никаких сомнений нет, что она войдет в эту голодовку, что она будет держаться до конца, что она, скорее всего, может до конца пойти в этом. И, конечно же, Путин прекрасно понимает, что это будет отличный политический рычаг для влияния на Украину. Потому что, не дай бог, что-то с ней случится, сразу же все эти боты, все эти подкупленные политики, финансируемые Кремлем в Украине, тот же Медведчук, коллаборационные СМИ, которые вливаются, вы знаете прекрасно, что есть и сайты, и газеты, и даже телеканалы в Украине, которые финансируются за русские деньги. Они сразу же начнут раскручивать тему, что вот, украинская власть виновата, вот так, довела до такого состояния. Поэтому, конечно же, Кремлю интересно сохранять и выгодно Савченко в качестве рычага. Поэтому, ну, я не знаю, насколько... Ну, точнее, навіть не рычага, а заручника. Да, заложника. Это же абсолютно такая, так, тактика Хизбалы, Хамаса, любой террористической организации. Нахватать людей, а потом пытаться их продать, я не знаю, за уход Израиля из своего сектора Иерусалима. Ну, условно говоря. Это тактика стара, как мир, к сожалению. Поэтому я не знаю, что правильно ли говорить или что-то передавать, пытаться надежде. Ну, это как-то, наверное, было бы странно в студии, когда она не видит. Но, тем не менее, я очень хочу надеяться, что она не пойдет на крайние шаги. Потому что я уверен, что рано или поздно с крахом путинского режима, с ситуацией, когда Россия будет вынуждена мирно и добровольно отдавать Донбасс, декупировать, отдавать Крым, ее вопрос будет решен. То есть она будет освобождена взамен, ну, условно говоря, на размораживание отношений с Западом, какого-то постпутинского режима. Поэтому я думаю, это ближайшие годы. Спасибо.